Друзья, всем привет! У нас сегодня с вами будут покупки с Valpres, с Marketplace, с Kazan Express. Покажу вам всё, что я купила, что у меня накопилось. И что ещё хочу сказать, это я буду записывать каждый день. Поэтому я вам товары покажу. То есть сегодня вот то, что мне сегодня пришло, завтра уже там... Ну то есть у меня будет меняться прическа, макияж, одежда. В общем, это видео я записываю постепенно. Начнём мы с вами с Valpres и наше разочарование. Редко, что, кстати, приходит нам с Valpres и нам не нравится, там знаете, плохое качество или ещё что-то. Но тут прям Серёжа, в общем, покупает себе для того, чтобы из носа волосы убирать, такие вот триммер. И мы купили триммер, он на рублей 200 что ли стоит, вот такой вот. И он сам по себе, знаете, такой. Там была в комплекте батарейка, она не работала. Здесь вот эта штучка, она перекошенная. То есть она идёт как бы в бок. И из-за этого, мне кажется, вот он не работает. То есть он ничего не убирает, никакие волосы. Ну, бесполезная штучка. Я оставила вам, чтобы показать, чтобы вот такую вы не брали. Потому что я раньше покупала за такие же цены, на Казани посмотрю. И всё работало за такую цену. И сегодня ещё я делала первый раз вот с такими наборчиком резиночек, прическу. Я в влоге покажу вам, как я её делала, пучок. И, в общем, вот такой набор резиночек 200 рублей. У меня все резинки такие старые, я очень давно их обновляла. И я решила купить. Они разные. Они в коробочке были. Они разные. Вот я две их тратила. Они мягенькие очень. Вот я сейчас в два раза обмотала. Две резинки у меня на голове. Ничего не тянет. Очень мягкие. Резинки как резинки. Просто удобнее, чем ехать за ними в какой-то магазин. Легче купить на Валберсе. Там есть даже за 100 рублей такой набор, я видела. Дальше у меня тут лежит Казань Экспресс. Я тут уже начала открывать. Я сейчас фотографирую уже косметику. И мне нужны для этого какие-нибудь красивые штучки. И я взяла вот такую вот голубую бумагу. Потому что у меня есть только белая. Но она сольётся с белым основанием, коробкой. Я взяла голубую вот такую бумагу. Они есть везде. И на Валберсе, и на Казани. Я ссылочки все оставлю, посмотрите цены. Разных цветов. 10-10 штук, по-моему. Можно, знаете, даже как фон использовать. Только нужно разгладить её. И коробку. Вот такая коробка. Это коробка под капкейки. Если честно, если покупать такие коробочки на Валберсе, там вообще цены сказочные. Если покупать на Казани для умения одна коробка, можно одну купить. А вот если покупать в магазинах, где торты, всё для тортиков, да, именно такие вот специализированные, то там вообще эти коробки очень дёшево стоят. Я раньше, когда много нужно было мне для боксов новогодних, я там покупала их. Но так как мне нужна одна коробка, чтобы для вас видео записывать интересными боксами, я её вообще не могу. То я решила, что за один день пусть мне доставят на Казани. Собираем. Первый раз я долго их собирала, но когда каждый день я собирала на Новый год их много, то тут уже быстренько всё. Если у вас есть время и рядом всё для кондитеров, то лучше, конечно, там покупать. Так. Теперь вставляем вот эти штучки. У меня была коробка для боксов, но она уже золотого цвета. Но она была уже такая вся мятая, и я решила новую заказать. Сейчас я вам покажу, как я делаю. Крышку я никогда вот эту не закрываю, а так, если для капкейков, да, то вот. Большая, кстати. Как раз так, такие же, как и у меня до этого были. Теперь я беру вот эти листочки. Размер у них вот такой большой. То есть это как идея вам тоже на подарки подарить что-нибудь кому-нибудь. Листочки можно смять. Можно 2-3 положить и смять. Они будут тоже так прикольно смотреться. Я их кладу вот сюда и закрываю ещё вот эту вот часть. То есть когда бокс полностью запирается, я закрываю вот так вот. Вот таким образом и закрываю саму крышку. И получается очень красиво. А так я вижу их открытыми, вот в таком виде. Я покупала вот такие штучки. Я во влоге их показывала. Смотрите, прикол в том, что они не прилипают к рукам вообще. У меня здесь их целая коробка. Покупала их на Валбре, ссылочку оставлю. И можно также вот в подарки их здесь собрать бокс. Всё ими, так скажем, заполонить. Но если вы кладёте какую-нибудь маленькую штучку, да, допустим, вот в такую коробку, то она туда прям падает. То есть не держится. Тонет, можно сказать. А если вот так вот их чуть-чуть на дно положить, то вот так вот красиво будет смотреться сам бокс. Собрать всё, допустим, с косметических средств. И потом закрыть вот этой штучкой, чтобы не видно было. Завязать красивой лентой. Очень классная идея подарка. Следующее, что я вам хочу показать. Это вот такая вот кисточка. Я её уже пользовалась. Она у меня сейчас вот сегодня наносила макияж. Пользовалась. Но мне сейчас нужно промыть её. Вот. Очень удобно я наношу сухие там консилеры, ещё что-то. В общем, такая мягенькая, недорогая. Сама по себе очень-очень красивая такая. Прямо сейчас поближе вам покажу. Вот. Но она такого тёмного цвета. Сама по себе. То есть не прям светлая. И у неё хоть и искусственный, но очень-очень мягкий. И не вылетает вот этот ворс. Очень редко вылетает ворс. Не знаю, как дальше будет. Но за такую цену... Чё это у меня на голове? А, это на камере. За такую цену я ей ставлю 5 из 5. И ещё одно, что я вам хочу показать сегодня. Это вот такой диффузор. Я его тоже уже протестировала. Сейчас я переверну одну палочку. У меня аллергия на духи. Я не пользуюсь духами. Редко, если только на улице чуть-чуть вниз там подушу. Чтобы немножко ромать, когда очень-очень жарко. И то это такие духи, которые нерезкие. Вообще почти не пахнут. Не очень-очень стойкие такие. Вот. Поэтому я девчонок тоже прошу на наращивание приходить без запаха духов, аромата. И я для дома взяла вот такой аромат. Он вообще прям мало пахнет. Ну, в плане того, что нерезко. Немало, неправильно выразилось. Вот так выглядит. Я коробочку уже выкинула. Но оставила вам его показать. Он у меня стоит неделю. Мне кажется, его еще на две недели хватит. Здесь. Прошу прощения. Срочный звонок был. В общем. Вот этот дефол, он действительно пахнет не очень-очень приторно. Первый день. Но я не вставляла все палочки. Первый день я вставляла две палочки. И было нормально прям. То есть аромат, когда заходишь в квартиру, он в прихожей. Вот мне это и нужно было. Но все вот резкие ароматы. От этого все нормально у меня. Ну, вот все резкие. Ну, то есть, чтобы дома, когда заходишь, был такой приятный аромат сладкий, но не приторный чего-то. Вот я нашла. Там, значит, есть зимний аромат шампанского с чем-то. Есть манго. Есть малина. Вот я хочу малину попробовать. Мне кажется, она будет еще приятней. Поэтому могу вам смело рекомендовать. А вот через неделю он уже выветривается. Я поставила на шкаф. Он выветрился. То есть, я почти не чувствовала аромат. И вот через недельку можно уже вставлять все пять палочек. И он очень приятно пахнет. Вот он около меня сейчас пахнет манго. Но не сильно. То есть, вообще прям. Следующее, последнее, что я вам сегодня покажу, будет такое небольшое видео. Это вот такая вот краска для волос без аммиачной. Так как я в положении, и я искала краску, которая прокрасит, но без аммиачной. Давайте подниму повыше. Вот так вот камеру. Что у меня получилось? За беременностью у меня не прокрасились кончики. Всегда у меня ложился ровный цвет. Хотя у меня вот здесь было темное, а здесь было светлое до этого. Но почему-то у меня не прокрасилось именно низ. Ой, именно, да, кончики. Вот такой цвет я брала без аммиачной краски. И вот что должно получиться. Она приятно пахнет. Там в комплекте идет инструкция. Здесь удобно наносить, так как самой. Здесь есть бальзам и шампунь, но мне они вообще не понравились. Они сушат волосы очень сильно. Очень сильно. Здесь идет краска. И сейчас я вам достану, покажу вам еще. Вот добавляем сюда. Сбултыхиваем. Бултыхаем, сбултыхиваем. Убираем эту крышечку. Ну, на корни, если, то вот ей наносить. А так потом на кончики. Вот такая специальная чёточка. И она очень хорошо распределяет. То есть хорошо все програсти, если тонкие пятки брать. Вот. Я сама всегда крашу. Это очень удобно. И очень мне понравились и хиперчатки качественные. Стоила она по акции 350 рублей. Я тогда брала две штучки. И вот в ленте я сейчас купила такую же, так как для гейнтерпати. И Сережа на юбилей нужно прокрасить натуральные волосы. Я хочу длинные волосы. Но так как они у меня белые, мне нужно прокрасить, чтобы они стали такого же цвета. Я в ленте взяла ее за 400 рублей. Вот. Но показать вам решила. Потому что точно такая же краска на Валберсе. Была 350. Вчера зашла. Хотела купить. И она там была уже 500. То есть нужно смотреть по акциям. Так как я две ухватила за 350 рублей. Все. Все мои покупочки на сегодня. Такой небольшой у нас с вами обзорчик с Валбереса получился. Спасибо, что вы посмотрели это видео до конца. Спасибо за ваши комментарии. Скоро с вами увидимся в новом видео. И всем пока-пока.